здравствуйте дорогие мои телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая а еще у меня есть инстаграм огородная девица по-английски напишите увидите там массу интересного но сейчас речь не об этом вот у меня только ведро и еще что-то в руке вот угадайте что это вот это настолько важно настолько сейчас необходимо потому что вся страна и все наши соседи наша страна все кто на ютюбе у меня 105 тысяч подписчиков задают один и тот же вопрос или задают не вопрос а это просто рыдание что у нас с огурцами что у нас с помидорами а у нас желтеет а у нас пропадает а у нас вянет господи боже мой в руках у меня зеленка так вот посмотрите я нашла бутылочку специально такую это это советская фасовка зеленки кто про нее не знает да все знают господи болячка зеленкой укусил комар зеленкой ребенок ветрянка зеленкой и так далее а я вам рано рано феврале про нее рассказывал никто не обратил внимание никто не задал ни одного вопроса а вот теперь слушайте внимательно до такой степени внимательно возьмите ручечку и бумагу большую придется писать иначе вы ничего не запомните начали вот когда у вас еще растения очень маленькие да иногда они хилы не потому что вы криворукие я тоже такая же криворукая а потому что по какой-то причине оказалось почва очень насыщена какими-то непонятными токсичными веществами иногда это семена собранные хрен знает где и хрен знает какими руками и все это дает такой плохой результат вот значит так с момента как вы перри пикировали распикировали простите свою рассаду для того чтобы ваша рассада была здоровая пожалуйста возьмите себе за правило разведите на 10 литров 5 капель зеленки ну поделите на литр поймете сколько до 2 литра одну каплю вполне достаточно и вот такой водичкой вы будете поливать и будете обязательно опрыскивать растение но запомните и то и другое будет делать вечером я повторю за эту программу 15 раз вечером запомнили а перед посевом очень рекомендую взять вот такой бутылек вылите его на 10 литров вот такое ведро 10 литров это не совсем полное ведро размешать и пролить это можно сделать любое время потому что у вас это почва это еще не растение вот так вы обеззаразить и землю от болезней запомнили 2-3 дня вы не сеете вы ждете когда она придет себя потом берете фитоспорин мутным раствором мутным не коричневым проливаете землю все ваша земля готова к посеву и ваши семена но они могут быть обработаны марганцовкой для того чтобы снять их там всякую хрень мы обработка семян я вам показывала и очень много и всяко разное если пином и без и марганцовка и так далее это вы все умеете делать значит все почва готовы вы посеяли растение распикированы начинаете 5 капель на 10 литров опрыскивать вечером один раз в неделю один раз слышите меня все растения которые вы посеяли значит придет время когда вы свои растения пересадите в огород естественно в теплице и в парнике это будут и огурцы и помидоры и перцы и баклажаны и вы продолжаете опрыскивать один раз в неделю этим же раствором если у огурцов начинают вянут листья вы берете другой немножко раствор то есть уже лечить профилактика кончилась надо лечить растение значит это будет выглядеть так 15 капель вот бриллиантового зеленого 10 литров воды 2 литра или молока обезжиренного или кефира обезжиренного или сыворотки молочной и щепотку щепоточку значит такой щепотка да вот сколько вы взяли ну примерно это будет чайная ложка чуть побольше мочевина карбамид все это тщательно размешали и опрыскиваем огурцы каждые семь дней вечером ни в коем случае нельзя делать очень концентрированный раствор то есть вводить вот зеленку здесь один процент бриллиантового зеленого и 99 процентов спирта это очень опасно для растений особенно когда это на солнце и вы должны это понимать значит вечером всегда это святое вы опрыскиваете каждые семь дней раствор вам понятие настаивать его не надо и вдруг у ваших огурцов около почвы вот этот прикорневой участок да от листьев до почвы появилась непонятно что какая-то белая вата то есть это прикорневая гнить что же делать да тоже можно все исправить берете вот такую бутылочку бриллиантового зеленого зеленки и две бутылочки воды одна часть зеленки две части воды запомнили одна бутылочка зеленки две бутылочки воды разведите пожалуйста и возьмите кисточку мягкую очень и вот то что у вас вышло из земли то есть прикорневая зона до первых листьев вы кисточкой все это смазывайте вечером еще раз повторяю тщательно смазывайте повторите через три дня и скорее всего ваши гнили прикорневые исчезнут а теперь все заканчиваю значит зеленка прекрасным образом те составы которые вам назвала вылечит первое это мучнистая роса это ложная американская мучнистая роса пероноспороз тот кто выращивает виноград обратите на это внимание у вас мало вообще выбора чтобы вылечить растения значит это серая и белая гниль прикорневые гнили и конечно же фитофтора фитофтора есть всегда она спит только когда очень жарко слава богу жарко но вы должны как профилактику пять капель на 10 литров воды опрыскивать каждые семь дней я надеюсь вы меня услышали вот это купите всего доброго и до свидания а